Всем привет, меня зовут Юлия, вы на канале с моим субъективным мнением о книгах, и я возвращаюсь в формат прочитала, рассказала. Первые две сентябрьские книги относятся к жанру фэнтези, и они были в осенних планах, с подпунктами заканчиваю книжный цикл, я объясню потом, почему я так считаю, и читаю по вашим рекомендациям. Первая книга «Демон из пустоши». Граф Аверин пьет. Мы все понимаем, почему, а если не понимаем, то спойлерить не буду, но скажу, что причина в конце второй книги. И хорошо, что у графа есть друзья, способные и плечо подставить, и жилеткой побыть, и потихонечку под локоток интересное дело подложить. А дело на самом деле любопытное. Девочка приходит в отделение милиции и утверждает, что она только что видела свою пропавшую собаку, гуляющей с другой малышкой. Врывается в отделение тетя пострадавшей и уводит ее. Пока участковый пытается разобраться с тем, что происходит, выясняется, что на момент прихода эта девочка была уже пару дней как мертва. Граф пытается распутать клубок интриг, понять мотивы, обстоятельства преступления. И в этот момент фамильяр семьи Аверинных Анонимус раскрывает еще парочку семейных тайн, работа с которыми и открывает завязку второй большей части этого романа, завершающейся финальной битвой. Надо сказать, не без ярких моментов. Я писала и на лайфлибе, и в телеграме о том, что, боже, царя, храни на шлистельбургской крепости, на воротах шлистельбургской крепости, два раза выговорила ура мне, меня на самом деле проняло. Как и жертвенности Виктора, как и негодование персонажа, обвинившего колдуна, в обмане. Ну, а сцена диалога в библиотеке и усадьбах Аверинных просто бальзам на душу. Герои будут и новые, интересные, но, увы, граф, мое сердце отдано Владимиру. Мне нравится, что автор его настолько проработал. Мне нравится его двойственность трактовок, ситуаций и обстоятельств. Это держит напряжение. А вот, например, Александру, на мой вкус, этого не хватило. Не хватило масштаба личности, не хватило какой-то интриги, давления от него, а он, по идее, должен быть сильнее. Но это мое мнение. Что касается завершения цикла, могу честно сказать, что, в принципе, арка главного героя и его жизни, такой, какой она была до конца третьей книги, она завершается. И изначально, вот тогда давно, это была трилогия. Продолжение дописывается сейчас. И вот тут встает вопрос. Возможно, автор спустя такое продолжительное время подойдет к своей истории с новой стороны. Мне интересно будет сравнить эти стороны и начать читать продолжение, но, тем не менее, я считаю, что колдун Российской империи для меня на текущий момент закрыт. Что будет дальше, узнаем чуть позже, когда выйдут новые книги. Вторая книга сентября. Кодекс Алеры. Цикл Джима Батчера и первая книга Фури Кальберона. Алера представляет собой подобие Римской империи. Примерно с таким же устройством политическим, с такими же, примерно, я так подозреваю, проблемами, потому что более младшие консулы пытаются свергнуть верховного правителя Гая Септимуса. Для того, чтобы этого добиться, они пытаются развязать гражданскую войну посредством некоторых легионов, нарушивших присягу, и давнего приграничного врага Маратов. Мараты представляют собой диких людей, живущих планами, например, клан Волка, клан Гарганка, это что-то типа слона, и, в общем-то, очень связанных с природой. Первая книга рассказывает об атаке Маратов на гарнизон, располагающийся в долине Кальдерона. Этот гарнизон препятствует проникновению, собственно, в саму Алеру дальше. Это такое приграничное строение, которое необходимо защитить и отродить натиск. Сюжет такой. Нам, конечно же, показывают интересных главных героев. Они правда интересные и своей самобытностью, и своими темпераментами, характером. В них веришь, но вот то, что они делают, у меня возникали к этому вопросы. Например, мужчина, потерявший жену и двух дочерей, который несколько лет не смотрел вообще ни на одну девушку в своей долине, вдруг видит где-то двадцатилетнюю, пришедшую непонятно откуда, красотку и начинает к ней приставать, целовать ее самому, например. Очень странное поведение, при том, что от него по характеру и по темпераменту такого ну точно не ждешь. Или девочка двадцатилетняя приходит в гарнизон, который, к сожалению, остался без управления, объявляет на словах, что она представитель вот того-то и того-то и имеет право на руководство и начинает распоряжаться подготовкой к битве с врагом. Но это очень странно. При всем этом мир, который выглядит, как швейцарские какие-то картинки, долина, горы, все такое зеленое, овечки, внезапно разрезается авторскими вкраплениями жестокости дикой. Это ощущение придавало, как будто автор хотел написать темное фэнтези, но у него это не совсем получилось. Вот эта дикость и жестокость, она настолько отталкивала меня от этой книги, что в конце я уже дочитывала. Я дам этой книге второй шанс, потенциал я в ней вижу, вернее, этому циклу, но оправдаются ли мои надежды, я не знаю. Хотя герои интересные, хоть и немножко клишированные. Конечно же, у нас там есть и герой, и мальчик, который не такой, как все. Я забыла упомянуть, что у алиранцев, у жителей есть способности магические. У каждого из них, не при рождении, но проявляются при определенных обстоятельствах, есть фурии. Земли, огня, воздуха, воды, фурии, что-то вроде духов природных, которые помогают. Есть еще при этом дикие фурии, они более сильные, как люди выживают. Я на самом деле хотела бы автора спросить в этом случае, потому что, вы представьте, даже фурия огня и фурия, например, какого-нибудь вулкана, но это же рядом не стояли. Но вот этих фурий нет, к сожалению, у главного героя. Он у нас вот такой особенный. И, конечно же, вся книга построена на том, как этот главный герой исправляет со своими трудностями. Вторая книга расскажет о том, как он будет проходить обучение в академии, которые учат людей, деленных фуриями. В принципе, могу предположить, чем там это все будет описано, но, как уже сказала, шанс книги дам. Вот такие две первые книги сентября. Да, меня в этот момент тоже смущает, видимо, из-за того, что здесь часто сидят так, что поклевка потемнела. Будем надеяться, что когда стена будет окрашена, такого эффекта уже не будет. Если бы я снимала обложку к этому видео, как обычно делают, то на ней была бы только одна книга. Но, тем не менее, эта книга заслуживает того, чтобы быть в бумаге. Все остальное я в электронке прочитала. Первая книга-трилогия «Огнём и мечом» Генрика Тенкевича с таким же ровным названием. О чем сюжет? Речь Посполитая, 17 век. Скажем, условно, составное государство, одна из областей которого начинает восстание. Во главе восстания Богдан Хмельницкий. И у него есть не только общественные претензии к угнетателю, но и, если верить истории, личные вопросы. Тенкевич не обращает на это внимание, и мы эту тему поэтам тоже задрагивать не будем, но стоит иметь в виду, что книга написана о поляках и для поляков. Пропускаем её через призму адекватного восприятия. Собственно, героические сцены, батальные сцены, кои являются хорошим таким насыщенным фоном для основной истории, прописаны чрезвычайно увлекательно и интересно. Мне нравилось сидеть в камушах, в засаде. Я переживала вместе с одним из героев разгром Харугви, гусарской, поляцкой. Прям разгром полнейший. Мне нравилось, как описано, садо с баража, если, конечно, такое может нравиться, потому что вещь эта была страшная на самом деле. Но это всё действительно фон. Основная история заворачивается вокруг любовного треугольника. Есть панна, живущая в маленьком семействе, в маленьком твоём закутке, в которой является богун. Казацкий полковник, атаман, лихой парень, имеющий на эту панну виды. И вроде как ему семья её обещала, потому что он дружен и с её двоюродными братьями, и в походы они вместе ходят. И он защищает их, конечно, потому что положение семьи, довольно шаткое. Но более судяб, эта панна встречает рыцаря. Я шутуш с его, господи, эти фамилии, но к ним потом привыкаешь, кстати. И между ними возникает чувство. Что делать? Есть двое влюблённых, а есть третий. Такой буйный, такой неудержимый, такой горящий нрав у богуна, что ты понимаешь, это добром не кончится. Собственно, так оно и есть. Несчастную панну несколько раз похищали, несколько раз её там запирали. И всё время мы следили не только за военными действиями, но и за тем, что происходит с девушкой. Меня, конечно, очень расстраивало подход рыцарей к тому, что если богун её обесчестил, то ей дорога только в монастырь, ну, либо убийца. Причём самоубийца было бы даже лучше, чем если бы её обесчистили. Как бы ты сейчас настолько этому не придаёшь значения, этому моменту обесчестивания, что для тебя это выглядит дико. Но мы понимаем, что это нравы того времени. И, в общем-то, сам Янг Шитушский, он настолько не противоречивый, а, как сказать-то, скрытный, наверное, персонаж. Ты когда читаешь, не особо даже веришь, наверное, в его чувства, потому что он такой весьдержанный, он держит всё в себе. Мы понимаем, что он переживает, мы видим его переживания, но какой-то искренности как будто бы в них нет. нет, если Богуну надо, он пошёл, всех убил, украл девушку и счастлив. Шитушский так сделать не может. Он, во-первых, рыцарь, он стоит на службе, он не может бросить товарищей, поэтому девушка извини, но вот ты как-то там давай сама, поставься так, чтобы тебя не бесчестили, а я вот как-то только освобожусь, так за тобой приду. Этот момент меня немножко смущал, но, тем не менее, мы видим, как он переживает на самом деле и видим все эмоции его уже потом, когда нам автор раскрывает то, что творится у него внутри, это, конечно, впечатляет. Проникаешься за чувствием героя и понимаешь, что страдал-то он побольше, наверное, даже, чем Багуна. Увлекательные сюжетные ходы, прекрасное описание батальных сцен, замечательные герои. Про героев отдельно, конечно, хочется сказать, потому что помимо красавца, как у Варьянова, вроде как злодея, но вы не сможете относиться к ним как злодея, будете ему сопереживать и переживать за него, и сочувствовать ему Багун. Если вас отталкивает Домогаров в экранизации, перестаньте. Он вообще не так выглядит на самом деле в книге, как он должен был выглядеть. Домогаров так не выглядит, поэтому читайте. Шатушки, представитель рыцарства. Явный представитель рыцарства. Заглоба. Мужичок уже так лет под 50, насколько я понимаю. Ох и персонаж. Это настолько лут, это настолько хитрец. Вот если бы история была только про него, это был бы лутовской роман. Как он помогает героям. Как он им вредит. Характер заглобы такой, что он где выпил, там может и в общем-то концы отдать. Но настолько персонаж откликается. Ты с одной стороны готов его отругать за поведение, за такую безответственность, наверное, за лёгкость, за падкость и на горилку и на мёд. Но с другой стороны, как-то у него всё получается так вывернуть, чтобы с минимальными потерями в этой ситуации даже какой-то бонус её приобрести. Интересный персонаж. Пан Володоевский, Володоевский, который тоже не оставит вас, скорее всего, равнодушным. Человек небольшого роста, хрупкий, худенький, но при этом славный рубака, который всем ещё покажет. Пан Подбипятка. Фамилии. Это, конечно, единственное, на чём я, наверное, спотыкалась в этой книге. Сорокалетний девственник, пообещавший не вступать ни в какие отношения до тех пор, пока он своим знаменитым мечом не срубит три головы, как его предок. Компания подобралась прекрасно. Я бы сравнила, наверное, с тремя мускитёрами, тем более, что отношения у них примерно такие же. Забьяка дружеские. Но пишет, конечно же, Сенкевич гораздо глубже, чем Тюма. Тут видны и переживания самого Сенкевича, и переживания героев, и настрой, который Сенкевич пытался своей книгой передать поколению, которое будет читать эту книгу. Я после окончания вот этой части, хотя мы понимаем, да, что здесь довольно много страниц, только 800, с лишним почти 900. Сразу же взялась за вторую часть, за потоп. Она вообще вот такая, и не жалею абсолютно. Третья книга, получается, была. Четвёртая книга меня разочаровала. Она ко мне ещё не приехала, но как только приедет, я буду выставлять её на продажу. Анна Сэшт. Смерть придёт на лёгких крыльях. Как говорит автор, она писала эту историю о реальном событии. Но что-то мне подсказывает, что реальные события, если бы их просто описали, были бы гораздо интереснее. Вообще история начинается с того, что жрицу вроде как ещё живую пытаются умертвить. Имя жрицы, кстати, я уже не помню, насколько мне понравилась эта книга. Её спасает стражник, имя стражника я помню, Нахт. Это вводит её в своё усиление. Естественно, за ней гонятся те, кто хотел её умертвить и вышестоящие. Потихоньку мы узнаём, почему. Оказывается, эта девушка была приближённой во дворце фараона и видела не то, как его убили, но была, так скажем, при последнем его выдыхании. Вернее, он уже там умер, фараон. Тем не менее, она была с ним рядом. И главная опасность в этой девушке состоит в том, что она может общаться с духами мёртвых. Её сознание разделено на то, которое пребывает в действительности и то, которое пребывает вот в том самом мире. Все понимают, что она тот человек, который может связаться с духом фараона и указать на убийцу. Поэтому за ней ведётся охота. Также мы понимаем, что не так всё просто, как нам хочется думать на первый взгляд. В общем-то, про то, кто убийца, автор говорит, наверное, где-то в середине книги. Хотя это не однотомник, как оказалось. Я думала, однотомник будет. Но что-то мне подсказывает, что это лишь полуправда. Опять же, как говорит сама автор, она хотела показать вот эту историю, видимо, какую-то очень нашумевшую и для археологов знаменитую, со стороны простых людей. Не могу сказать, что жрица простой человек, но, видимо, она имела и нахта того стражника, который будет сопровождать жрицу на протяжении всего пути, для того, чтобы не оставлять её одну вот такими врагами могущественными. В общем-то, это всё. Нам подаётся вроде как детектив с фэнтезийной начинкой, заделан на немножко триллерную такую составляющую. Но настолько эта книга прошла мимо меня, настолько я не получила от неё никакого ощущения Египта. Ну, помимо имён и названий, мест, да, и там краткого описания каких-то вещей окружающих персонажей, больше об Египте там не было ничего. И, наверное, поэтому я понимаю, что Египет — это вообще не моя тема. Хотя, как знать, если бы книга была написана с ощущением вот этого египетского колорита, может быть, было бы по-другому. Кстати, у Валтери ощущение Египта было. По крайней мере, по первым строкам там это было. Очень жаль, что с книгой придётся прощаться, очень жаль, что я её купила. Лучше бы сначала прочитала в электронке, как и сделала по факту. Пятая книга. Пятая книга меня порадовала, но там тоже есть свои вопросы. «Путешествие на Василиске», «Марии Брэннон». Что за вопросы у меня к ней есть? Я поставила этой книге четыре, хотя обычно ставила пятёрки. Почему? Потому что было мало драконов. Мы наблюдаем за путешествием Изабеллы. Два года она находится в кругосветке, изучая драконов, а вернее змей морских. Но из этих двух лет по факту самого изучения было, наверное, пару месяцев. Мне понравилось, как автор показывает нам островитян. Островную жизнь вот эту. Мне понравилось, как она играет с понятием ЛГБТ. Очень завуалированно сейчас это вам преподношу. Мне понравилось, что она даёт Изабелле шанс найти ещё раз свою любовь. Мне понравилось, что она озвучивает, автор описывает отношения между матерью, которая вот такая увлечённая особой и, боже мой, бросала ребёнка ради каких-то там поездок. С ребёнком, который подрослел уже, ему 10 лет, и насколько он очарован своей матерью. Насколько он низу вверх смотрит на неё, как она ему нравится. И что на самом деле на воспитание и на восприятие ребёнка на своих родителей влияет не только время, количество времени, проведённое с ребёнком, но и качество этого времени. Очень понравилось. То есть получается, что у нас эта книга тоже какой-то такой общественный камушек приподнимает, по которому мы можем заглянуть. Но драконов-то мало. Путешествия есть. Опять-таки, дипломатические перипетии, в которые ввязалась Изабелла ещё в первой книге, они тут тоже присутствуют. Мы понимаем, что автор, наверное, даже хотела не столько рассказать о изучении драконов, сколько о том, насколько человек влияет на экологию. Потому что драконы — важная цепь экологическая в этом мире. И там есть такие вопросы, которые могут привести к исчезновению драконов. Неправильно я сказала. Не исчезновению. Истреблению людьми драконов. Это всё понятно. И, прочитав, у меня, как обычно, осталось лёгкое, приятное ощущение от небольшой книги, которая, тем не менее, создала тебе настроение, подняла тебе настроение, это и оставила тебя в полнейшем созвучии с природы. Но драконов было мало, поэтому четыре. И последняя книга сентября — это также продолжение цикла. Четвёртая книга «Гарри Поттера», «Гарри Поттер» и «Кубок огня». Мы, когда обсуждали эту книгу с Анной, сказала Анна с книгой, она мне объяснила, почему для неё эта книга самая любимая, и я её прекрасно в этом понимаю. Она сказала, что эта часть, она последняя из таких более-менее добрых, когда есть ещё добро, когда нет этой тьмы, жути, а я-то вот как раз жуть-то и люблю. Поэтому для меня эта часть осталась, можно сказать, ненужной. По моему мнению, четвёртую часть «Гарри Поттера», если вот концовку отдельно куда-то присобачить, третьей части, например, к концу третьей части, но она совершенно ни к чему. Моё такое мнение. Я понимаю, что Роулинг хотела показать мир. Я понимаю, что Роулинг хотела показать всё, что она придумала. И это здорово, но читать книгу в отрыве от основного, по сути, сюжета, ну, странненько. У меня есть вопросы к магам, у меня есть вопросы к героям. Кстати, за героев отдельное тоже спасибо автору за то, что если в третьей книге у нас проработана была Гермиона, с её вот таким вот стремлением всё знать и быть в первых рядах, то в этой книге проработан Роулинг. И мне нравится, что Роулинг подняла вопрос зависти к более успешному, к более богатому своему другу. Как Роунг с этим справлялся, почему это возникло, к чему это привело, очень здорово было описано. Прямо подростковые эти рассуждения мне очень понравились. Герои на высоте, просто сюжет провис в этой книге. Кубок трёх волшебников. В Форнгвардс приезжают ученики с других сторон света. Школа только девочек, школа только мальчиков. Мы с ними знакомимся, кстати, не так уж, чтобы подробно. И получается, от каждой из этих школ должен быть ученик, который поучаствует в Кубке волшебников. Как обычно, Гарри Поттеру тоже придётся участвовать в этом состязании, хотя он вроде как не собирался, но так складываются обстоятельства. И в общем-то всё, вся книга построена на этом состязании. При этом как-то для человека, который наблюдает соревнования, те же Олимпийские игры, ты понимаешь, что есть процесс подготовительный, а есть уже потом сами соревнования. Почему у нас две школы приезжают в Хогвардс? Одна из которых находится на корабле, другая вообще в карете. Понятно, что там расширение пространства, но тем не менее им же неудобно. Какого хрена нельзя было сначала подготовиться, а потом проводить разом все эти испытания? Ну пусть там в месяц с разбегом. У нас получается, что прошло первое испытание, мы готовимся ко второму. Прошло полгода, у нас второе испытание. Ну как бы очень странно. Плюс у меня возникает вопрос, почему у Волан-де-Морта очень много шпионов своих, осведомителей. Волшебный мир почему ничего не делает? Просто потому, что они свято верят в то, что он не может возродиться? Ладно, мы не трогаем министерство. Почему Дамблдор не следит за любыми проявлениями Волан-де-Морта? Для того, чтобы Гарри Поттер получил свое развитие? Очень странно. Я разочарована поставила книги четверку. Для меня эта книга осталась в серии лишней. Вот такое было прочитано с сентября. Не могу сказать, что меня все радовало. Точно остается только вот Сенкевич. Остальные книги могли бы быть и лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!